Всем привет-привет! Уже вторые выходные подряд, не могу попасть на дачу. Не видела своих и не видела своей орхидеи уже 4 месяца с чем-то. Да. Обещали нам на эти выходные понижение температуры, вплоть до снега. Сами видите, какое у нас небо. Вести орхидеи по такой погоде мне своим ходом как-то боязно. Расстроилась, осталась в Москве, плюс еще другие дела задержали. И расстроилась еще сильнее, потому что стала кое-какие орхидеи свои осматривать, пересаживать и... И упс. Расскажу предысторию. Вот в таком состоянии был куплен когда-то по Фиопедилум Глория Наугли. Если я правильно читаю это название, видите, он еще у меня не отмытый. Еще в обработках от вредителей. Короче, одна розетка была большая, красивая, с такими, знаете, красивыми листьями в разлет. И одна розетка была маленькая. Короче, чудесный... Я не могу сказать, что малыш. Я тогда же приобрела по Фиопедилуму Дилинати, вот они были действительно малышами. Этот был просто орел среди воробушков. Я давно хотела какой-нибудь по Фиопедилуму, до этого у меня не было башмачков, кроме Мауди, который быстро окочурился. Короче, очень хотела какой-нибудь по Фиопедилуму, и очень долго выбирала. Не Виом очень хотела, но он такой крошечный, я думаю, нет. Мне нужно что-нибудь помасштабнее. Короче, он у меня роз. Видите, даже такой зародыш корешка показался. Ну и короче, вообще бед мы не знали до лета этого года. Кто летом смотрел мой канал, тот знает, что на одну из моих орхидеи летом была атака клеща. Почему на одну, до сих пор никто не может сказать. Вместе с этой орхидеей, с сидерей джапоника Минмару, в общем контейнере стояли еще и другие растения. Несколько мини-котлей, по Фиопедилуму и, короче, там чего только не было. И клещ напал только на Минмару. Но, поскольку я это обнаружила, находясь на море, обнаружила просто по фотографии, вот, а у страха глаза велики, то команда была обрабатывать всех. Ну и, короче, обрабатывали всех. Поскольку с Минмару 5 обработок не могли снять этого дурацкого, гадского клеща, соответственно, 5 раз обрабатывались не только Минмару, но и рядом стоящие орхидеи. Хуже всего пришлось вот этому моему красавчику. Потому что если Минмару ты опрыскал, да, поставил под вентилятор, и она быстренько обсыхает. Во-первых, у Минмару гладкие такие толстенькие листики, с них вода как будто бы скатывается. Во-вторых, у Минмару нет таких пазух глубоких, в которых может задержаться вода. А у Пафиопедилума все вот эти пазухи как глубокие-глубокие бездонные карманы. Ну и вот первые фотографии тревожные, которые мне прислали. Я смотрю, там листик. Сначала он просто желтел, потом он коричневел. Я как раз накануне смотрела обзор у кого-то из девочек, и они как раз сказали, что вот то, что нижние листья желтеют, коричневеют, это ничего страшного. А у меня опыта-то нет, понимаете, с Пафиопедилумами. Ну, Мауди у меня сдох как-то так очень быстро и нетипично. Но я так на этого смотрю, думаю, интересно, почему большая розетка, старая, которая вроде должна первая отмирать, она нормальная, а маленькая портится. Хоп! А оказывается, что с обратной стороны тоже портится. Большая розетка. Ну и когда я увидела, что там пятно на шейке расползается, я уже мысленно со своей вот этой орхидеей, честно говоря, попрощалась. Вот. Однако, когда я приехала с моря, пускай и общипанная, да, орхидейка стояла, вот, она уменьшилась в размере раза в три по сравнению с тем, какой она была в прошлом году. Ну так вот, но она была живая. Причем листья реагировали на полив. Значит, как я правильно сделала вывод, там есть хотя бы парочка корешков, которые, значит, эти листья питают. И прошло, наверное, недели две после того, как я вернулась с моря, я смотрю, а пафик перестает так реагировать хорошо на воду, как он реагировал раньше. В отличие от фаликов, в отличие от групп симпадиальных орхидей, да, типа камбри, анцидиумных и так далее, которые у меня были, вот, в отличие от тех орхидей, пафик этот реагировал на воду в течение первых же суток. То есть, если фалики и другие симпадиалы реагировали на следующий день, через два дня возвращали себе, да, тургору упругости, налитость листьев и так далее, то этот утром полил к обеду, хоп, уже чувствуешь, трогаешь листики, а они стали более такие упругие. Тут я смотрю, одна из розеток, то, что осталось от старой, взрослой розетки, вот, короче, два листика оставшиеся, они прям паникают, паникают и паникают. Я думаю, дай-ка я вскрою. Тем более, что какой-то запах шел не очень приятный из горшка. Короче, кто молодец, кто помнит, какие там были корни в начале этого ролика, вот, год назад при покупке, тот понимает, что осталось у нас, да, даже не два корешка, как я надеялась, а один. Вот он самый светлый, изогнутый крючком, вот он. Все остальное, ребят, оно пахло неприятным. Из него сочилась какая-то гадость, похожая на гной. Простите, я надеюсь, никто из вас не ест сейчас. Вот, и оболочка, оболочка корневая, она вся превратилась в такую вот каку. Сказать, что я расстроилась, значит, ничего не сказать. Потому что это фаленопсисы могут, знаете, потерять почти все корни и потом нарастить их с нуля, если шейка живая, адекватная. Это симпадиальные орхидеи типа анцидиумов. Это котлии могут вообще оказаться с побритой резомой и вообще ни одного корешка не иметь, и со временем, да, почки в основании псевдоболь пробудить, и оттуда пойдут новые какие-нибудь, значит, хорошие корни. Пафики очень болезненно реагируют на потери корневой системы. Пафики вообще очень медлительные создания, за редким исключением. И эта медлительность, естественно, распространяется не только на ботву, но еще и на корни. Короче, достала, посмотрела. Увидела, что там в корнях кто-то копошится, какая-то белая зараза пробежала. Но обычно они, знаете, когда грунт плохо просыхает, долго остается во влажном состоянии и не проветривается. Вот там заводятся эти белые гады. Ну, ладно, подумала я, что же делать. Будем пробовать. Короче, горшок, в котором раньше этот пафик жил, который идеально подходил ему по размеру, для его корневой теперь абсолютно никуда не годится. Ну, в смысле, для него. Потому что в нем единственный корешок, естественно, затеряется. Понятно, что нужно сажать в горшочек поменьше и желательно прозрачность, чтобы хотя бы через год с надеждой узреть там какой-нибудь новый корешочек. Это я очень сильно оптимист, потому что на самом деле пафики, оставшиеся без корней, это практически до свидания. Я составляю новый субстрат из того, что у меня есть. А есть у меня немного. У меня есть кора с легкой примесью каких-то кока-чипсов, оставшихся от старых посадок. Я их извлекла когда-то, промыла, прокалила. Короче, все продезинфицировано. Значит, кора кока-чипсы, скорлупа китрового ореха, примесь угля. И на дно я положила... На дно новой посадки я положила несколько фрагментов пеностекла. Вот. Нужно было как-то бороться с теми гадами, которые там в корнях копошились, потому что помимо белых вот этих вот насекомых я увидела еще каких-то то ли личинок, то ли червячков. Короче, что-то извивающееся такое коричневое. Я первый раз вообще такое видела где бы то ни было. А уж тем более в своих орхидеях я не ожидала такого страха вот узреть. Короче, я взяла и намешала всю химию, которая только у меня была в доме. И минут 15-20 вымачивала, значит, этого товарища. Пока он отмокал, я думаю, так. У Светланы, которая живет в Пенсильвании, я видела репортаж ее из теплицы доктора Хусейна. Он занимается всю жизнь, по-моему, лет 40, пафиопедилумами. И он научил Светлану, как нарастить пафику новые корни. Она показывала свой эксперимент удачный. Нужен был мох. У меня мох был. Вы видели, да, какой сухой абсолютно. Он вообще никуда не годился. Короче, я взяла и свой булбофилум, который летом на море возила, я его общипала. Потому что на море я к нему подсаживала вот этот вот крупный мох, который собирала в каньонах во время одной из поездок. И там было буквально несколько этих перышек мха. Но я подумала, что для того, чтобы обложить тощую шейку, вот, тощей шейки двух розетчик, этого вполне достаточно. А вот уже на внешнюю часть, да, этого кокона, в который доктор Хусейн предлагает шейку помещать, уже сошел бы вот тот мох, который страшненький такой. Это из Леруа Мерлин. Самый дешевый, который только можно. Ну, короче, о том, чтобы найти где-то быстренько сфагнум хороший какой-нибудь мох, знаете, новозеландский, речи не шло. Нужно было действовать прямо сейчас. Ну и, короче, все. Естественно, все, что я извлекала из горшка, я или промыла, как пеностекло, и прожарила в микроволновке, или просто выкинула. Все остальное, вот эту труку, я выкинула. А горшок я засунула, отмыв от него там комья каких-то присохших там фрагментов, да, посадочных. Я это все дело поместила в посудомоечную машину. Так. Ну, вот так вот выглядела смесь для для убийства всех гадов, которые там могли подтачивать здоровье моего пафика. И вот там вот он плавал. Короче, знаете что? Что я вам скажу? Когда вы чувствуете, что из горшка несет чем-то нехорошим, ну, вы долго не думайте, короче. Мне вот нужно было раньше, знаете, среагировать. У меня просто нос еще очень нечувствительный к запахам. Я могу ни парфюм не почувствовать, ни запах газа. Вообще ничего не могу. И у меня когда зародилось подозрение, что чем-то пахнет, я не стала совать свой нос во все посадки. А вот очень зря. Я подумала, что, может быть, несет, знаете ли, с улицы и всякое прочее. У нас там работы всякие ведутся, траву стригут, там, не знаю, деревья выкорчевывают, что-то благоустраивают территорию. Я подумала, что странные запахи доносятся оттуда. Нифига! Они доносились из вот этого вот горшочка. Короче, я с удивлением обнаружила, что шейка чистая. То есть вот видя те пятна на фотографиях на летних, да, я бы в жизни никогда не могла предположить, что там, под вот теми листьями, которые начали портиться, причем пятна по ним расползались со страшной скоростью. Я не могла представить себе, что шейка внутри может оказаться чистой. Для меня это просто открытие, понимаете? Все предыдущие разы, когда я вот за 15 лет выращивания орхидеи, все разы, что я видела вот эти вот пятна, они выползали наружу уже после того, как там внутри вовсю резвилась какая-нибудь гниль. И ни разу такого не было, чтобы поражения шли наоборот извне, продвигаясь внутрь. Короче, я считаю, что мне просто ужасно повезло. А еще, знаете, этот пафик, он вообще герой. После того, как его, значит, в июле месяце пять раз вместе с другими растениями обрабатывали от клещей. И потом, после всех этих обработок, он стоял месяца полтора, пока я не вернулась домой, он стоял на полу лоджии. На полу лоджии было очень прохладно, когда открывали окно на проветривание. Туда не попадало столько лучей солнечных, сколько было бы нужно растениям, которые, да, подверглись таким вот шоковым испытаниям. Короче, а потом в августе мои растения никто не поливал. Три недели. И никто, естественно, отдельно не приходил, чтобы полить вот этого пафика. Короче, сначала его заливали, его травили какой-то химией, его плохо проветривали, а потом его три недели не поливали. Так вот, я думаю, что если бы его поливали еще и в августе, вот, он бы, наверное, у меня догнил. А так у него хотя бы какой-то шанс на спасение появился. Не знаю, может, я просто уже так придумываю оправдания какие-то людским непродуманным действиям. Не знаю. Короче, я попыталась корни очистить от сгнившей оболочки. Хотела сами корешки вот эти вот, да, оставить, которые как проволочка. А оказалось, что они никакой связи уже с тельцем, с резомой, с шейкой не имеют. И в итоге у нас вот такая вот резома страшненькая, темно-коричневая. Вот. Я попыталась что-то от нее там отковырять. Ничего не получилось. И от нее идут две ниточки и один корешок. Сантиметра, наверное, он три всего в длину. Я поздно, наверное, конечно, но я обзавожусь глиокладином. Одну таблетку вообще вроде как в горшки подкладывают под корни, ну, короче, под посадку. Я растолкла эту таблетку и просто посыпала на вот этот вот комок, на вот эту вот резомку. Не знаю, правильно я сделала или нет. Дело в том, что когда глиокладин, например, под обычные домашние растения подкладывают, вот, рассчитывают на то, что сверху будут поливать, да, и этот глиокладин будет там в районе корней растворяться и действовать. А вот, кстати, вот эта вот козявка, короче, которая там обнаружена была, видите, она ползает, извивается и, короче, показывает недовольство свое, что ее вынули на свет божий. Ну, короче, про глиокладин. Я-то не буду сверху поливать. Я и так-то боюсь перемочек резом и шеи и так далее. А тут я буду бояться с удвоенной истерической скоростью, поэтому погружать я буду этот горшочек в миску с водой. Вот. И глиокладин я расположила так, ну, я его растолкла, да, и обсыпала. Вот. Я его применила там, где максимально плотный контакт с пораженными местами уже есть, а не в расчете на то, что когда-то я полью, и она там когда-нибудь растворится, эта таблетка. Ну, короче, ускорила. И взяла вот этот вот горшочек, Aircon, по-моему, он называется, самый микроскопический размер. Чуть больше спичечного коробка по высоте. Вот. И посадила. Конечно, это жалкое подобие того, что было когда-то. Прям год назад я оторваться не могла, знаете, от него все ходило. Он еще в таком был красивом горшочке круглом. И вообще посадка была прям, ну, прям загляденье. И он рос. Не могу сказать, что прям быстро, но маленькая розетка, которая тогда была совсем маленькая. Вот. А сейчас она догнала предыдущую старую. Короче, она развивалась. Каждый раз, когда я в пазухе видела там, ну, в точке роста видела что-то, я думала, ну, это, наверное, стоп-лист, и он зацветет. А Глория на угле очень красиво цветет. Вот. Я когда выбирала, какой же себе купить по афиопедилам, думаю, пускай он будет один. У меня большой страсти к ним нет. Я думала, пускай будет один, но самый лучший. Ну, те, которые стоят, знаете, там по 300 долларов, я, конечно, на них не рассчитывала. Вот. И невелум я хотела, потому что он классно цветет, но он такой микроскопический. Думаю, нет. Мне бы кого-нибудь побольше. И вот она тебе выбрала, да. Вот это вот фигня, видите, там сочится. Отвратительная штука какая-то. Вот она и воняла, я вам скажу. Я съемки производила прям рядышком, сидя. Ой, тут мой нос вдруг заработал. Мда. До такого корни моих орхидеи никогда еще не доходили. Ну, по крайней мере, в моих руках. Фу. Извините, если я кому-то испортила это самое аппетит. Фу. 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 Такая вот некрасивая изнанка, да. У нашего с вами красивого хобби. Ну, естественно, все это идет на выкид. У меня есть специальный такой огромный, я даже не знаю, что это. Это, короче, бамбуковый такой контейнер для белья грязного. Вообще-то он должен стоять в ванной. Но в ванной места для него нет. А он огромный. Я, короче, в него 60 литровые пакеты для мусора вставляю. Фу. И он у меня, короче, стоит рядом со мной, когда я всякие пересадки делаю. Очень удобно. Он высокий. Вот этот контейнер. И не нужно нагибаться куда-то вниз, знаете, как к обычному ведру, который в районе пола. Очень удобно. Ну, короче, когда я кого-нибудь пересаживаю с какими-нибудь там насекомыми и так далее, я, естественно, сразу этот пакет сворачиваю и отношу в мусорку. Потому что однажды было такое, что после пересадки магазинного фаленопсиса я субстрат не выкинула, а уехала в Прагу. А на этот контейнер поставила бериоду дендробиум. И когда я вернулась из Праги, весь бериода был внутри в улитках. Они выползли из этого контейнера. И, естественно, на кого они напали? На того, кто был ближе всего. Короче, вот такой вот у меня полуинвалидик. Я ему подвязала самый слабый лист. От взрослой розетки, которая была когда-то пышной. Осталось два листика всего. И эта розетка, она была настолько мягкая, она не возвращала тургор после полива. Я ее решила таким образом поддержать. Пятнышко, которое вы видите на шейке, это не гниль. Это просто пигментация такая. Я уже все там с лупой осмотрела как следует. Все зачищено. Никаких гнилей нет. Но на всякий случай я, конечно, буду… А, шейку. Шейку я действительно обложила мхом, как посоветовал, значит, доктор Хусейн. А поверх того мха, который я собрала в каньонах, я еще сверху вот этот страшный из Леруа намотала. И этот кокон, который получился, да, он встал в air cone, не доходя где-то по сантиметру до каждой стенки горшочка. И все промежутки между этим коконом, моховым или моховым, я заложила кусками коры, скорлупой кедрового ореха. Вот, чтобы представить, насколько микроскопическая теперь эта посадка, посмотрите, вот это скорлупа кедрового ореха. Вы представляете себе, да? То есть это вот меньше, чем ноготь на мизинце у среднестатистической женщины. И вот такая тонюсенькая шейка. Ужас. Что-то такое хрупкое-хрупкое получилось. Хожу теперь мимо, не дышу. Поставила на яркую полку в своей орханише. Потом вспомнила, что когда-то у меня именно этот пафиопедилум сильно выцветал, именно когда стоял на верхней полке. И переставила на полку пониже, где не такое яркое освещение. Потому что они в природе-то не растут, да? Под самым прямым таким солнцем. Они где-то в тени деревьев и всякое прочее. На нижнем, короче, ярусе. Вот. То, что справа вы видите, желтые пятнышки на листике, да? Это ни о чем, короче. Это не последствия тех переливов и непросушек летних. Эти пятна и были на этой маленькой розетке изначально. Ну и ладно. Мне главное сохранить шейку и чтобы наросли корни. Я еще раз потом найду, пересмотрю то видео у Светланы на канале. Но я надеюсь, что я все сделала правильно. Единственное, что мха я боюсь ужасной. Я всегда говорю, я боюсь залить растения. В моих условиях, где нет вентилятора и я не гоняю кондиционер, мох может не сохнуть очень-очень-очень долго. Поэтому вот я и в нишу орхидейную поставила. Там повышенные температуры по сравнению с лоджией, например. И там все-таки лампы дают такой интенсивный свет. На таком ярком свету растения интенсивнее испаряют влагу. И из грунта тоже эта влага и быстрее испаряется. Очень буду надеяться, что и не засушу, и не залью. Для меня вообще до сих пор фантастично звучит вот эта вот сама идея заворачивать такую хрупкую и слабую в плане гнилей. Да? Часть растения как шейка. Апофеопедилумов. Она настолько маленькая, что если там какой-нибудь грибок поселится, сожрет все просто за один укус. Я главное не пойму, потому что обмотка из мха, она такая приличная. Но я знаете, как приспособилась? Когда я поливаю его погружение вниз, и естественно эти перышки мха намокают, я их слегка тоненькой-тоненькой зубочисткой отодвигаю от шейки. Как только чуть-чуть там что-то просыхает, я их пододвигаю поближе. И вот так каждый раз будет, представляете? Я очень хочу его сохранить. Я просто искала в заказах это растение, ни у кого не нашла. Честно говоря, несмотря на его очень немаленькую стоимость, не низкую, я бы его купила еще раз. Даже если выживет этот, я бы просто их посадила тогда вместе, и был бы у меня прекрасный кустик. Да, пышненький. Я даже пошла на то, чтобы фильтровать воду, и брать покупную воду, которую у нас тут на улице продают в киоске. Приходишь со своими бутылками или бадьями тебе наливают. Вот. Я теперь, короче, использую эту воду. Только для него. Рамон у меня, знаете, number one, что называется. Ладно, всех целую, еще приду. Берегите свои растюшки.